здравствуйте дорогие зрители канала аврора сегодня у нас в гостях опять историк алексей синьлобов здравствуйте здравствуйте и поговорим о такой важной теме как наука на днях государство так пафосно отпраздновал 300-летие ран все красиво все пафосно но одно дело пафоса другое дело реальная помощь науки а как вообще обстоит дело с наукой сегодня какие меры предпринимает власть если вообще перспектива у нашего высшего и среднего образования ну да вопрос ключевой потому что изначально российская академия наук которая была создана петром великим в первую очередь была нацелена на развитие страны и если посмотреть какой вклад например в 18 веке внесла российская академия наук то в первую очередь это практически абсолютно вещи это изучение географии изучение полезных ископаемых здесь вот конкретный практический очень много было сделано ну и в дальнейшем но про советскую эпоху здесь вообще это можно очень долго много говорить я напомню что наука она ведь цель науки не просто получение нового знания и цель науки не просто выявление закономерностей да в той или иной области в изучаемой этого недостаточно необходимо сознание то есть уметь пользоваться достижениями науки внедрять эти достижения в общественную жизнь а вот дальше начинается все по марксу как и право и экономика чья власть того и наука если власть народная то тогда и наука и культура они служат интересам народа они просвещают народ они делают его более интеллектуальным они делают человека более моральным более нравственным то есть наука выполняет позитивную роль роль движения роль прогресса но постольку поскольку у нас на протяжении нескольких десятилетий сложилась олигархическая капиталистическая периферийная полуколониальная модель значит и наука выполнять будет неизбежно именно эти функции и здесь не потому что люди науки плохие а потому что она построена и систематизирована и структурирована таким образом чтобы обслуживать вот эту систему и не случайно мы видим что в нынешнем виде нынешнем вот положение и наука и культура они только разобщают только разъединяют никакого воспитания общества не происходит а происходит наоборот обратно деградация поэтому вот это вот очень нужно понимать ведь это как взаимно переливаемые сосуды потому что подлинная наука когда она служит созиданию развитию общества она тут же начинает развиваться быстрее почему потому что общество а тем более наше с огромным количеством талантливых людей выдвигает из своих рядов блестящих талантливых деятелей которые смело предлагают новые гипотезы у которых есть возможности для развития для изучения и в итоге интеллектуальное растет растет его становится больше и каждый человек в повседневной жизни ощущает своей жизни эти достижения но это работает только в правильных общественных устройствах в нынешнем мы такого сказать не можем чтобы не быть голословным приведу вам пример вот мы находимся в студии авроры здесь до выдающиеся вот наше изображение в 1965 году юрий алексеевич гагарин со своими товарищами посетил в ленинграде крейсер аврора кстати эта запись сохранилась ее можно найти он там встретился еще со свидетелями событий семнадцатого года они еще были живы и логика этого посещения она очевидна если бы не залп авроры не было бы никакого космоса понятно да вот этот вот увязка а вот теперь другая картинка потом девяносто первый год к сожалению трагически девяносто третий год и в 2009 году на авроре прошла пьянка олигархов помните да вот там где бросали значит чайкам бутербродики с икрой ныряли да в него вот вам пожалуйста новым хозяевам стороны никакого нет дела ни до гагарина ни до космоса ни до интеллектуального уровня народов то есть вот таким образом они очень хорошо открыто показывают что из себя представляет нынешняя конструкция и поэтому здесь к сожалению и с точки зрения научной составляющей шире если взять и культурную составляющую мы конечно с вами наблюдаем период вырождения россии говорят что в этом виноваты печенеги и половцы там еще какие-то негодяи но дело все в том что они то грабили уходили а вот эти то они 30 лет и как-то никак не уходят и кругом ведь вы понимаете нельзя сказать что как бы это не видно мы видим да вот эти обманки все выставки конференции различные какие-то проекты какие-то выдвижения какие-то вот все это но это абсолютно никак не изменяет повседневную жизнь человека в лучшую сторону а скорее всего даже эти достижения как раз таки и финансируются для того чтобы обеспечивать интересы крупной олигархии чтобы повышать их доходы а значит мы с вами понимаем ухудшать жизнь простого обычного человека и в качестве прикрытия смотрите вот в последние да буквально выдумали огромное количество каких-то сумасшедших фантомов никто не знает что это такое информационно-образовательная среда какая-то научная инновация вот вот не совсем понятно вообще что такое научная инновация потому что советского ученого у него мотивация была найти новое неизведанное и ему не нужно было платить никаких авансов и под какие-то там четкие конкретные условия что-то там обговаривать да потому что стремление любознательность человеком нормальном виде здоровом виде она сама по себе является локомотивом а вот буржуазном мире нет оно не так оно работает конечно совсем по-другому и ведь смотрите какое придумали количество таких милых но абсолютно лживых терминов ну вот скажем отрицательный экономический рост замечательная штука да или например развитие с негативной динамикой тоже потрясающе да вот как так облагородить но русским словом нельзя назвать я ругаться не буду до в освобождении рабочей силы ну на обычном русском языке это означает что пинком под зад далее да и все и гуляйте безработные или например корректировка цен тоже штука забавная да на обычном языке это что означает аппетит спекулянтов то есть кругом мы наблюдаем все вот эти вот красивые фасады которыми завешено до огромное количество выставок огромное количество каких-то конференций непонятно просиженных огромное количество речей выступлений каких-то амбициозных очень проектов и и так далее так далее так далее так далее теперь каким образом к сожалению нынешняя власть все это структурирует и как это работает ну во первых это связано с командными должностями да потому что на этих командных должностях вот кто внедряет все эти помои то внедряют все эти помои разнообразные чиновники и менеджеры да так называемые которые достаточно послушная обслуга она абсолютно покорная да ради своих зарплат своего положения и собственно говоря именно она гнобитая и творческую мысль и научную мысль потому что между вот этими управленцами и рядовым научно преподавательским корпусом огромная пропасть огромная заработные платы иногда в десятки раз отличаются хотя непосредственно со студентом непосредственно с решением научной задачи работают и не они работают обычные непосредственно преподаватели или научные кадры которые понятно что они унижены нищетой их утопили в бюрократии вот я молчу сколько в 19 веке там сошло с ума или спивались людей от безысходности потому что талантливый человек который хочет выразиться и который не находит своего применения когда ему говорят что ты не нужен с твоими всеми да какими бы то ни было гипотезами и всеми прочими и это страшное абсолютно дело вот именно для талантливого человека далее ну на всех этажах образовательный процесс это конвейер оказания услуг вот причем с каждым годом вот если посмотреть студенческие я просто ближе к этому да группа разрастаются есть по 30 по 40 человек уже группы и как преподаватель здесь может вообще выполнить качественно свою работу абсолютно становится непонятным дальше отчислять нельзя двоих ставить нельзя понятно почему да потому что каждый студент это финансирование кто тебя позволит платник-то отчислить еще с ума сошел что ли это же понятно да вот и отсюда вот это вот унизительное абсолютно положение все эти формы доказательства так называемой научной активной деятельности я не знаю как у естественников но знаю как у гуманитариев вот например у нас у историков вообще не считается работой самая сложная настоящая классическая научная монография вот ты пишешь классическую научную монографию до страниц там на 250 на 300 она даже не засчитывается в качестве работы отчитываться нужно чем отчитываться нужно статейками в этих разных безобразных до вражеских изданиях которые по сути дела коммерческие лавки за деньги и желательно конечно если ты хочешь чтобы быстро тебя напечатали без всяких проблем то там нужно или заплатить или нужно откровенную какую-нибудь русофобию туда побольше нагнать с критикой да и тогда и это в условиях когда ну все продается абсолютно все продается все все можно и причем в открытую диссертации и курсовые работы и дипломы то есть все это превращено вот-вот в такую вот профанацию абсолютную профанацию мне могут возразить что мол дескать вот на каких-то отдельных конкурсах там да там международных или еще где-то побеждают наши ребятишки до побеждают потому что россия всегда была полна талантами но здесь надо пошире панораме посмотреть системно во первых они все потом куда-то исчезают почему-то из них потом не не вырастает что-то да вот и что с ним происходит мы не знаем а потом это очень часто пропагандистский фоном подают но понимаете в чем штука штука в том что скрипач тоже очень красиво играл все восторгались но это был на титанике знаете да поэтому тут нужно все-таки пошире смотреть вот в целом и в качестве итога результата она абсолютно не случайно что мы на протяжении вот последних десятилетий не видим никаких прорывных вот таких вот крупных каких-то открытий до подобных советским которые бы имели общемировое значение которые бы действительно позволяли сказать вот россия в состоянии создавать абсолютно прогрессивные какие-то далеко идущие но еще раз говорю от олигархической системы ожидать этого абсолютно бесполезно абсолютно бесполезно ей это не нужно потому что она не озабочена она не озабочена развитием наоборот речь идет об археизации и если прогрессивная наука всегда во все века кстати говоря она непримиримым образом боролась невежеством она всегда открыто с открытым забралом двигалась вперед двигала вперед да то у нас мы наблюдаем обратное вот тут на днях вышли цифры я не знаю правда насколько они достоверно но были такие цифры что у нас оказывается увеличился процент граждан которые уже не разделяют дарвиновскую концепцию да что ну давайте креационизм да все мы сотворены все мы сотворены понятно единая россия тоже ну да но все-таки вас именно как историка хотелось бы спросить о том что же происходит в рамках исторического образования ведь у нас недавно с пафосом выпустили единый учебник истории и прочие у нас довольно красиво звучащие вещи постоянно сфере истории получаются но ведь это все государство говорит а что на самом деле ну здесь если в целом массово общественное сознание в состоянии очень тяжелой болезни понятно что историческое сознание которое является частью да но не может быть здоровым это ясно да очевидно что все мы в системе и историки хорошие есть историки честно есть в этом я абсолютно убежден но тут ведь опять же очень важно что внедряет власть сверху и на мой взгляд здесь власти внедряет очень очень нехорошие вредные формы которые на самом деле деградируют отупляют а непосредственно просвещенческий потенциал вот первое самое главное это такой достаточно сложный но тем не менее очень важный вопрос знаете излишняя патетика прошлого ведь мы с вами гордиться прошло можем но мы с вами можем гордиться тогда когда у нас есть наше достижение наше достижение мы встраиваем вот в предшествующей да то есть так работает хорошая здоровая историческая память но скажите мне пожалуйста как можно быть каким-то оценщиком прошлого если мы сами не строим никакого будущего вот это мне вот абсолютно непонятно кто нам вот кто нам это дал право и почему и почему вот этой вот патетикой обязательно нужно закрывать какие-то наши нынешние несправедливости какие-то неумения какие-то нежелания да и из истории из прошлого брать вот такие милые красивые фасадики и прикрываться ими очевидно что это не имеет ничего общего с правильным здоровым пониманием исторического дальше я не знаю как вам не например режет очень слух когда очень часто говорят средствах массовой информации мы победили великой отечественной войне мы отправили человека первого в космос нет это не мы это предки наши да наши предки но они были другими а мы тут мять опять же вот ну честным надо же быть а вот мы это когда вот у нас население гигантскими темпами вымирает вот это мы и и когда мы ничего миру опять же не предлагаем ничего интересного если советская культура предлагала всегда и везде и всегда даже во вражеских странах с величайшим интересом относились и американские даже видны ученые физики и химики состоялись только благодаря конкуренции с советской школой мощнейшей и сейчас очень многие уже будучи стариками вспоминают это просто как счастье как настоящую работу потому что ушел советский союз и все и тут же им прекратили финансирование и у них тут же по буржуйским законам вся наука накрылась медным тазом да настоящая исследовательская наука ну а дальше с 93 года утратили свою идентичность понятно да стали плохой копии америки стали под хвост глобалистам и пошло-поехало но закономерно и это видно это видно на примере того каких героев власть предлагает массовому общественному сознанию и смотрите как получается если в советские времена этими героями были кто это были борцы за волю свободы людей а потом вдруг как-то очень странно этими героями стали там я не знаю аракчеев стал и пинда белогвардещина вся эта золотопогонная до ильин шмелев царь и божники прости нас государь но здесь есть одна очень интересная штука знаете есть такое понятие у историков кавычках конечно историть народная память она никак не оформлена в документах вы ее нигде не найдете но я бы посоветовал с ней не шутить потому что эта штука более внушительная чем любой указ написанная опубликованной но вот интересная получается вещь вот в народной памяти почему-то остро зафиксирована да надолго лампочка ильича вот при ильича почему-то вот лампочку вкрутили да и крестьяне увидели в каком ужасе нечеловеческом они живут да и вот это почему-то вот народная память сохранила а что сохранила народная память о столыпине галстуки и поэтому когда нынешняя власть ставит на пьедестал столыпина у меня сразу такой интересный вопрос возникает это как вот у вас так получается это вот вы вот пытаетесь таким образом найти широкую поддержку народе это вы таким образом пытаетесь как то что-то да нет наоборот с 90-х годов везде через школу я с этим очень часто сталкиваюсь всячески вбивают потомкам победителей великой отечественной войне отрекитесь отрекитесь от ценностей своих отцов отрекитесь от ценностей своих дедов а взамен мы обучим ваших детей с детского сада там не знаю экологии финансовой грамотности танцам даже научим и они станут очень хорошей успешной обслугой у богатеев понятно будут куда-нибудь там это пристраиваться там значит и так далее то есть но вот эта штука абсолютно абсолютно страшные спекуляции все эти помои льются на особенно молодых людей которых но они в силу неразвитости образования они все это к сожалению усваивают и очень тяжело потом как-то их разубеждать и вторая категория тоже на мой взгляд очень форма тоже опасная она сейчас тоже развивается это так называемые антиквары вот это сплошь и рядом сейчас книжки которые там печатают издаются вот это знаете такое любование древности вот вот такие вот сентиментальные слезы да вот это вот вот умиление такое вот царями дворянами вот это вот умиление древним православием там вот как он там царь что-нибудь сказал и на 30 страниц нужно обязательно такой психологический портрет да вот какой вот он вот ну понимаете но это ссор исторический почему потому что правильно было сказано что из истории нужно брать огонь а не пепел а в основном вот это вот все вот это и тут про народ можно ли писать можно можно да сегодня это хорошо тоже идет но в каком ракурсе можно писать про скрепы это обязательно про сарафаны тоже хорошо про балалайки можно очень хорошо сегодня популярная тем про оружие тоже прям вот все вот увлеклись вот повально значит оружие свадьба или там вот это вот до сих пор никто не знает но все повторяют и все хлопают значит с умными рожами слова ментальность да вот вот про ментальность тоже можно писать а вот собственно говоря про извлечную борьбу низов и верхов то вот это не надо это не надо нет это не наше это все неправда разин экстремист и вот знаете я просто не все наверное знают когда разин уже был казнен в англии откликнулась публицистика и было издано несколько сочинений о том как величайшее выступление холопов против господ было подавлено в крови и там все хлопали понятно да вот поэтому вот ну к англичанам присоединитесь и тоже хлопаете то же самое и собственно касаемо последующих веков там про эту екатерину вторую ой ну это просто какой-то это вся воздушная поцелуем зовущая значит великая государь не да емельян иванович пугачев ну понятно это антигерой это западный шпион до негодяй вот так не делайте это очень очень плохо а настоящий подлинный герой это прибалтийский немец михельсон который пугачевцев громил как известно да и за это он служака патриот настоящий он получил от екатерины 600 человек нового быдла вот вот он вот ему надо памятники ставить проводить кадетов вот мимо его памятника вот он вот вот нас все перевернуто нравственные ценности и как можно дойти до того чтобы вот это все приветствовать чтобы с этим совсем соглашаться неужели вот я думаю все себя внят михельсонами а другие меня не хотят себя представить кверху задницы на барщине но почему зачем это делает власть сверху это понятно но это множится к сожалению это воспринимается и бороться с этим достаточно достаточно тяжело и здесь тоже разного рода вот такие вот обманки бросают и очень же любят как чтобы быть более так убедительными да в учебниках помещать каким-то афоризм и высказывания да ну вот великий человек рассказал да все значит вот это самое как свое время васильевич ключевский написал про революционеров народников с которыми кстати в годы юности пензенскую со многими был знаком он про них написал что желая разогреть россию они готовы были и и сжечь дам такой вот либеральный такой это сам все хлопают ой как ой как точно но при этом не понимают очень важный подтекст во первых ключевский работал в условиях страшнейшей цензуры когда у него в аудитории сидит да поток а там два-три стукачка который это сам поэтому там за каждое слово надо было бить но самое главное не понимает логику а по логике здесь сначала вы должны ответить на вопрос а кто заморозил и зачем вообще у ключевский очень хитрый он между строк всегда очень аккуратный знаете и вот опять же да если в советские годы несмотря на ошибочность методов народников если вы помните да их даже ленин критиковал но все равно ленин считал их подлинными национальными героями и это действительно люди были подлинные национальные огромные души люди которые своими жизнями своими жизнями пытались бороться за свободу и за справедливость русского народа и кстати говоря я назову вот вам первомартовцы пожалуйста перовская дворянка гриневицкий белорусский дворянин кибальчич из семьи священника рысаков из мещан михайлов из рабочих желябов из крепостных вот вам вся россия сегодня если вы посмотрите учебники все положительное убирается да о них конечно необходимо сказать как это как не сказать но любые характеристики они всячески выхолощиваются да и представляют их либо какими-то заблудшими душами либо какими-то сумасшедшими подсевшими на западной идеи да то есть самый главный корень мотив за что зачем они пошли полностью не объясняют абсолютно но современной точке зрения это экстремизм и кстати говоря вот тоже вера засулич до которая стреляла в трепого да ой какой ужас а вы почитайте за что и узнаете тогда за что если вы хоть немножко обладаете хоть какой-то нравственностью то тогда я думаю что вы неизбежно встали встанете на сторону вера засулич но нынешняя власть конечно затрепла понятно оскорбить человека унизить это да это можно так что вот так вот историческое но вот тоже сегодня да но опять же это не означает что нет хороших историков нет есть хорошие историки но они чаще всего не имеют ни выходов ни возможностей совсем другие люди ну вот раз уж мы упомянули про нравственность все-таки хотелось бы говорить о том насколько развитие научных знаний вообще связано с воспитанием человека нравственности моралью у нас же все говорят что вот мораль мораль духовность но иногда складывается впечатление что по мнению государства и властей духовность чуть ли не противоречит науке и вообще читайте библию они теорию дарвина как раньше уже упоминалось ну да это действительно так тут беда в том что на наших глазах происходит страшнейшая страшнейшая архаизация и реанимация давно давно умершего знаете если посмотреть сейчас что пишут или что говорят или какие ролики выкладывают все эти обезумевшие денег детишки олигархов или так далее да с каким пренебрежением они относятся к обычным людям ну слушайте это было 300 лет назад знаете при екатерине второй была одна аристократка очень начитанная барышня кстати говоря и вольтера легко на французском и все-все но она была искренне убеждена и везде об этом говорила что дворяне они происходят от иофета а крепостные от хама поэтому их можно пороть в этом нет греха никакого она сама в церкву ходит вот вот мы сегодня все вот это вот наблюдаем со всем этим клерикализмом со всеми этими отжившими свое средневековыми категориями потому что это очевидно что власть она очень хочет но здоровый же консерватизм до 2 раз проварить вот этот протухший бульон уже понимаете вместо того чтобы смотреть вперед заниматься развитием вместо того чтобы думать уже даже не о сегодняшнем а завтрашнем дне я не знаю как у естественников не могу сказать за них но понимаете у гуманитариев наука сама в себе быть не может потому что гуманитарий он всегда на переднем крае всегда мы изучаем мир людей да и тут в основе исторической науки конечно неизбежно лежат ценности лежат ценности воспитания примеры и об этом писали уже древние до история наставницы жизни учительница жизни да и самая читаемая книга там например на столах умных людей не случайно это плутарх до жизнеописание греки и римляне да и он дает там потом свою моральную характеристику и в этой связи и конечно вот какие ценности может сегодняшняя предложить власть и какие главные какие-то вот аспекты воспитательные здесь это какое-то ужасное абсолютно отставшая по своей сути вот если к нам сейчас зашел юрий алексеевич гагарин и спросил бы нас ну чего там на другие планеты то летаете да а мы бы мы сказали нет юрий алексеевич извини мы чувствую верующих защищаем я не знаю какая была бы у него реакция я не против верующих опять же да и понятно что там все эти безобразие которые иногда это недопустимо не по отношению к церковной службе не по отношению к священным книгам религия это недопустимо но суть то идет о чем что мы на 21 веке живем а восстанавливаем все то что 300 400 лет назад существовала но опять же это конечно этому есть четкое объяснение историческое ведь в 90-е годы уничтожая все советское уничтожая все советское создавали на антикультуре да потому что в основе вранье и воровство и для нынешней политической элиты но там которая уже там долго сидит у них родина с чего начинается с чубайса да с обрамовича да я не знаю может быть когда ельцин уходил в отставку если вы помните он же там сказал берегите россию может они услышали что храните россию уже дальше стали как бы да вот не знаю но очевидно что за эти десятилетия мы наблюдаем целенаправленное искоренение человечности в человеке и это питает и да я делал до вот этого де идеологизации культуры да перевод культуры науки на рыночные рельсы монетарные дам то есть отдали наводку барыгам а здесь неизбежно все сразу уже потому что не цензуры да и разумеется что и спекуляции и мифы потом нужно иметь ввиду что при вот этом засиле рыночного всего и везде тут в принципе нравственность не нужна зачем она хруст купюр все там это это в принципе не нужно и она конечно же она не может покорять да вот как мы раньше смотрели там да и сейчас смотрим иногда советские фильмы да она покоряет или советские песни а нынешние она не может покорять она соблазняет она проституционная потому что в своей основе да потому что создатели бабки получили и всего и хорош их абсолютно дальше не волнует что там будет да вот и это конечно типично ведь давайте вспомним еще владимир лично не написал о том что искусство оно должно принадлежать только народу оно должно быть понятно и любима с наукой то же самое то же самое точно так же это должно быть вот а иначе тогда возникают понятно да какие вещи и абсолютно негативная высокомерная предвзятое отношение так называемой интеллигенции к рабочим специальностям вот то что очень часто бывает у этих якобы деятелей науки да они все такие бородатенькие считают себя значит там это да а слесарь какой-нибудь для них уносить последний там это вот оно так и получается да вот почему потому что они почему-то вдруг себя запихнули на олимп и считают что они короли всего вот так быть не должно они такие же слуги они также должны работать если им бог дал талант они должны его отрабатывать и в этом вообще заключается весь смысл нравственности да если вспомнить священное писание отдавать надо другим сами понимаете наша власть принципе она изначально строилась не так она умеет только забирать она отдавать ничего это самое никому не собирается поэтому безусловно что конечно наука она вера если она верна если она правильно конечно она воспитывает найти в 1957 году с первым искусственным спутником запущенным да в советском союзе одновременно в этот год на экран вышел фильм летят журавли он получил каннскую ветвь да если вы помните и на западе не случайно этот фильм назвали кинематографический спутник это вот очень хороший яркий пример как наука и культура шагают вместе они занимаются разными вещами но они нацелены направлены на человека антида то есть они вот выполняют вот эту четкую воспитательную функцию они его вытаскивают наверх они его делают лучше и отсюда и отсюда этот элемент он работал сегодня он он в принципе работать не может он 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 не может работать почему потому что ну вот эти навязываемые сверху обязательные стереотипы поведения они обезличивают человека а какие стереотипы послушания нельзя мыслить самостоятельно ты должен быть активен тебе вроде как предлагают там площадке там это 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 да но самостоятельно думать нельзя нельзя вот то есть очень так как-то необычно и вот это вот все эти конечно отжившие свое время момент аспекта они очевидны и при этом абсолютно спекулируют абсолютно на волне антисоветизма конечно льют разного рода помои до сих пор можно часто слышать что там советский год там учили стадом ходить да как стадо баранов тогда вот все значит это ничего подобного вообще-то вообще-то было наоборот и если вы помните или посмотрите один из самых лучших советских детских фильмов приключений электроника да там заключительная песня крылатов замечательно наш композитор как раз таки наоборот иди своим путем не будь скотом то как все-то вот поэтому это абсолютно абсолютно неправда именно поэтому советская культура и наука дали нам такое огромное количество людей кстати обратите внимание какое было к ним уважение любовь и почитание было и настоящие крупнейшие деятели кого бы вы не взяли они никогда не отрывались от своего понимания и там даже если он заслуженный при заслуженной даже если он весь в наградах все равно извините наш авиаконструктор ильюшин до конца жизни спускался в цех с обычными рабочими разговаривал абсолютно спокойно и не закрывался от них никакими мерседесами охранниками и всеми прочими да поэтому и были такие результаты сегодня мы конечно этого уже абсолютно не видим ну и понятно бытие определяет сознание и все формы общежития несмотря на все выше обозначенные проблемы все равно есть довольно много людей которые горят наукой хотят наукой заниматься уже занимаются либо еще учиться несмотря на все предложения уйти войти или еще куда-нибудь какие-то коммерческие вещи все равно хотят по окончании вуза продолжить научную деятельность что можно посоветовать нынешним и будущим ученым что им делать ну я со своей стороны только скажу как собственно говоря мне это видится потому что отчасти я в общем тем же занимаюсь во первых посоветовать терпение потому что ясно что все против вот все против дальше если человек хочет оставаться человеком но при этом его деятельность никому не нужна она не востребована это вовсе не означает что он должен отказаться от своей человечности ну гадом нельзя быть вот и вот это вот я знаю некоторых знаете которые переобулись еще в 90-е годы ухватили вот эту конъюнктурку подсели на нее да и на волне вот этого антисоветизма на волне вот этого прославления золотопогонников ребята далеко очень начальники большие крутые вот но вот честно абсолютно искренне скажу никакой зависти к ним у меня нет никакой абсолютно я лучше буду заниматься своим делом ну да там стол там ну и шашлы теперь делать все равно важнее оставаться человеком и нужно конечно понимать что олигархический режим он несет регресс во всех абсолютно сферах он сей взаимную ненависть злобу но еще раз говорю нельзя превращаться подобного рода я даже не знаю как это назвать какое-то ходячее существо нужно все-таки стараться всеми силами поддерживать хоть какой-то огонек здравого смысла просвещения и надеется надеется да надеется на что надеется опять же на наш великий умный народ потому что она у нас история в общем-то имеет достаточно много примеров вот говорят там что долго терпит слишком много ну вот она вот так вот просторы огромные да поэтому только так и наука конечно это вещь абсолютно замечательная вот но наука вот особенно молодым людям нужно сказать что это конечно тяжелейший труд это просто тяжелейший труд просто тяжелейшие в каждой науке есть свои какие-то тонкости детали но это конечно очень тяжело меня например когда я там не знаю занимаюсь с архивными документами скажем по местного приказа просто опускаются руки потому что пять жизней не хватит чтобы разобрать огромное количество океан этих документов и ты вроде прекрасно понимаешь что на без мы во многом да но все равно все равно тем не менее проходит это и вот сидишь делаешь что-то это на более глобальные какие-то вещи понимание где-то что-то статью если удается где-то что-то книжку там издать где-то что-то ввести это в лекцию то есть все равно этим надо заниматься этим надо заниматься конечно но оставаться все-таки как наш замечательный российский историк дореволюционный иван игоревич забили основной задачи образования школьного считал что основная задача школьного образования воспитать порядочного человека. Все-таки вот порядочным человеком надо оставаться. Да, надеюсь, что все мы остаемся порядочными людьми, и все-таки в ближайшем или не очень будущем ситуация в науке как-то улучшится, как раз за счет тех порядочных людей, которые ей занимаются. На этой все-таки позитивной ноте будем завершать. Спасибо большое за эфир. В гостях был Алексей Синелобов, программа «Вела Мария Гордейка». Продолжение следует...